Музыка Здравствуйте! Вас приветствует Агнрокска телевизионная сеть. В студии Екатерина Гречко и вы смотрели программу «Тагнрокское обозрение». Музыка Неоценимый вклад в становление личности человека вносит культура, которая формирует эстетический вкус, прививает любовь к чтению, рождает в душе чувства прекрасного. День работника культуры России празднуется очень широко. Особенно любят этот профессиональный праздник в Таганроге. Почему, узнаем из нашего сюжета. Таганрог неофициально, часто называют культурной столицей Дона. Сотрудники библиотек, музеев, досуговых центров, преподаватели музыкальных и художественных школ, руководители кружков и студий собрались в выставочном зале Чеховской библиотеки, где настоящим профессионалам своего дела были вручены благодарственные письма, грамоты и цветы. Тепло поздравила всех собравшихся замглавы администрации города Елена Шурухина. Она отметила, что в области культуры работают именно люди-энтузиасты, знатоки своего дела. Я приветствую вас от имени администрации города. Поздравляю всех работников культуры города Таганрога с нашим профессиональным праздником. Я знаю отрасль изнутри, поэтому знаю, как вы работаете, сколько работаете, за сколько работаете. И говорю вам за это большое спасибо. Благодарю вас за ваш труд, за ваше творчество, за ваше неравнодушное отношение к городу Таганрога. И за постоянное стремление быть лучшими, быть впереди. Это в традициях культуры города Таганрога. Абсолютно уверена, что все то, что мы с вами наметили на этот год, мы выполним достойно и на радость таганрожцам и гостям города. А это мероприятие связано со 120-летием по имени Ракевской, 140-летием личной библиотеки. Впереди совсем скоро нас с вами ожидают 50-й Чеховский международный бюджетный фестиваль. Еще раз с праздником! Я хочу пожелать вам здоровья, благополучия и удовлетворения от того, чем вы занимаетесь. День работника культуры отмечается всеми людьми творческих профессий. В день профессионального праздника мы по праву гордимся таганрогскими музеями. Имена наших художников известны за пределами Таганрога и страны. Музыканты прославляют родной город и побеждают на различных конкурсах, как в области, так и на федеральном уровне. Нам есть чем гордиться. Из года в год таганрог все активнее демонстрирует миру, красоту и мощь своей культуры. На родине Чехова под таким названием в нашем городе прошел форум музыкантов. Его цель – поддержка одаренной молодежи, пропаганда русской и мировой музыкальной культуры. Форум проходил на базе Таганрогского пединститута, библиотеки имени Чехова и Таганрогского музыкального колледжа. На форуме были представлены все уровни профессионального музыкального образования. Колледжи культуры, музыкальные колледжи, педагогические вузы, вузы культуры и искусства. На форум в Таганрог приехали представители из 13 городов Российской Федерации и даже зарубежных стран. Это были молодые музыканты из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Орла, Ялты, Владикавказа, Ставрополя, Ульяновска, Старого Асхола, а также Южной Кореи и Китая. Гостями форума стали 228 человек. 175 из них – это молодые талантливые музыканты, которые состязались в исполнительском мастерстве. В составе жюри конкурса – авторитетные, признанные в России за рубежом музыканты-педагоги. Позвольте мне, во-первых, воспользоваться тем, что я выступаю здесь первой, и попросить зал всех присутствующих присоединиться аплодисментами к моим словам и поблагодарить человека, без которого этот форум просто не состоялся бы. Потому что идейным вдохновителям, организаторам, человекам, на чьи плечи легли многие вопросы, самые разнообразные, организационные, какие-то методические. Татьяна Ивановна, можно мы вас пригласим на сцену? Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко. Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущен, оскорблен, негодует, тот может найти утешение и удовлетворение только в прекрасном. Я надеюсь, что сейчас мы с вами найдем и утешение, и удовлетворение, и получим большое удовольствие от того, что услышим на сцене. В рамках форума прошла научно-практическая конференция, на которой обсуждались актуальные проблемы современного музыкального образования. Она работала в трех секциях. Награждение концерт лауреатов Южно-Российского форума молодых музыкантов завершил музыкальный слет под названием «На родине Чехова». Обыкновенное чудо. Так назывался осмотр конкурса, который проходил среди творческих коллективов образовательных организаций Таганрога. Проходил он по инициативе профсоюза работников народного образования. А так как в наших школах и детских садах трудятся в основном женщины, то и тема была выбрана, которая интересна прекрасному полу. Это показ моделей одежды. Каждый год в дни школьных каникул в Таганроге проходит необычный конкурс, в котором участвуют коллективы образовательных организаций. Цели и задачи конкурса таковы. Поддержать творческий поиск, предоставить возможности выразить свою авторскую индивидуальность, найти оригинальное решение в искусстве и вообще создать представление о творческом потенциале работников образовательных организаций. Этой традиции уже не один десяток лет. На весенних каникулах Управление образования совместно с городской организацией профсоюза проводит творческий конкурс. Мы стараемся его не повторять, и ежегодно у нас направление конкурса бывает разным. Сегодняшний конкурс мы назвали «Обыкновенное чудо». На конкурсе будут представлены модели одежды, изготовленные из нетрадиционных материалов. Надеемся, что, в принципе, как и всегда у нас коллективы все образовательные, очень творческие. Я думаю, что коллекции и сами представления будут креативными, необычными и интересными. По условиям конкурса на демонстрацию коллекции отводится не более пяти минут. Фантазия участников конкурса безгранична. Одежда, обувь, аксессуары, головные уборы были выполнены из различных материалов. Бумаги, полиэтилена, пластмассы, природных материалов, фольги, дисков, пленки различных цветов. Демонстрация проходила под музыкальную фонограмму, которая тоже имела значение. Она создавала определенный настрой. Приветствовались и танец, и пантомима, и небольшая театрализация. Жюри конкурса была сформирована городской организацией профсоюза. И за годы проведения такого соревнования выработала свои критерии оценивания. Я хотела бы сначала сказать, что мне очень приятно, что в Таганроге очень много талантливых людей. И вот такой конкурс, как этот, он объединяет этих людей и дает нам возможность увидеть их творчество. А как судить? Ну, наверное, это оригинальность идеи и оригинальность выбора материала. Конечно. Композиция, в общем, в целом, плюс музыка – это очень важно, это зрелищно. И поэтому для зрителей именно восприятие идет от зрелищности, от того, как они представили, какие цвета выбрали. Участники конкурса по его окончанию награждаются дипломами, грамотами и благодарственными письмами управления образованием городской организации профсоюзов, а также ценными подарками. Мы создали коллекцию «Женщина-весна», которая состоит у нас в трех ипостасях – «Женщина-пробуждение», «Женщина-вдохновение», «Женщина-любовь». Это те три образа, которые составляют, на наш взгляд, вот это вот начало обновления во всем – и в природе, и в творчестве, и в порыве, и в науке в том числе, и, конечно же, в любви. В зале Союза художников города открылась персональная выставка «Владимир Акима». Художник является членом Творческого объединения Академии художеств Узбекистана, постоянным членом Международного центра искусств Париже. Это вторая выставка в нашем городе, где художник живет совсем недавно. Первая прошла с большим успехом. Его полотна удивительны. Неискушенный в живописи человек просто недоуменно пожмет плечами и, может быть, подумает – и я так бы смог. Это кажущаяся легкость живописи Владимира Акима обманывала многих. За ней большой каждодневный труд. Некоторые имеют просто великолепные. Ну, здесь, я видна, свобода. Свобода. Человеку стоит свободно. Это самое главное. Не без напряжения. Может быть, внутренне, но вообще здесь видна легкость и совершенно индивидуальность. Очень. Вообще. Я не могу даже подобрать слово. Что это за мышление какое-то. Вот этот разброс красок какой-то. Ну, я не знаю. Глаз радуется. Художник не следует моде, не подстраивается под кого-то. Он творит и выражает самого себя. И думается, что внутри этого человека кипят нешуточные страсти. Ну и что, что не молод, что одолели болезни. Молодость – она ведь в душе. Владимир Ким не так давно приехал в наш город и сразу был замечен. Подобной манере у нас в Таганроге никто не работает. Он является членом Творческого объединения Академии художеств Узбекистана, постоянным членом Международного центра искусств Парижа, а персональные его выставки проходили и в Ташкенте, и в Москве, и в Киеве, а также в зарубежье – в Корее, Германии, Франции. Работы, они активные. Ну, я не знаю, как-то неудобно сам про себя, про свои работы говорить. Но я старался выразить нашу сегодняшнюю жизнь. Вот у меня заголовок в работе называется «Радость каждого дня». Особенно в моем возрасте это уже подарок жизни каждый день. Я ценю этот подарок Всевышнего и стараюсь каждый наш день как-то воспеть, чтобы люди видели, как прекрасен этот мир. Смелый крупный мазок, раскованность цвета делает его полотна солнечными. Посмотрите, в его палитре нет темных красок, нет уныния. В этот вечер коллеги по живописному цеху не скупились на добрые слова. Восхищались, удивлялись и желали творческого долголетия. И как бы знаменательно, что мы в этот день открываем выставку нашего, уже нашего художника, который не так давно влился в наши творческие ряды, вот, Ким Владимира Семеновича. Спасибо. Конечно, это уже сформировавшийся, сложившийся художник со своими рейтингами. Вот. И вы знаете, я бы поразился этой выставке, если бы не видел просто эти работы у Владимира Семеновича ранее в мастерской. Это, по-моему, столько экспрессии, столько цвета, столько своего видения природы, натуры. Вот. У нас нечасто в этих залах бывает. Вечер русского романса прошел в салоне муза. Так, русские поклонники этого жанра узнали, откуда романс пришел в Россию, кто из композиторов и поэтов отдали дань этому чарующему виду камерной музыки. Более 20 лет настоящим подарком для горожан являются циклы тематических вечеров в гостях у музы, которые проводятся в форме музыкальных салонов. Их бессменным организатором и участником является Татьяна Бакаева. Большой вклад в подготовку салонных концертов вносит преподаватель Таганрогского музыкального колледжа, концертмейстер Елена Якущенко. Сегодня музыкальный салон в гостях у муза пригласил таганрогцев на вечер старинного русского романса. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Традиция проведения тематических вечеров закрепилась в музе давно. Мы приглашаем послушать камерную музыку, которая написана для небольшого состава исполнителей, конечно, для солистов, которая не содержит в себе сложных музыкальных форм. И, конечно, на первое место в камерной музыке, среди вокальной музыки мы выделяем романс, и не только мы. Это слово, которое пришло к нам из 16 века, еще из Испании, когда произошло деление музыки на духовную и светскую. Светская музыка стала называться романцами, то есть петь по-романски, то есть по-эспански. Постепенно к нам в России тоже это слово пришло, и вторая половина 18 века, она как раз связана с романцем. А 19 век – это расцвет романца. Вечер был посвящен еще одному поводу, но грустному. Не так давно ушел из жизни один из организаторов салона «Муза» Николай Смирнов. В деятельности «Музы» принимает участие много талантливых музыкантов и певцов. Вот и сегодня вокальным мастерством блеснули Валентина Ястремская, Ольга Рябинина и уже очень опытный солист «Музы» Николай Струченков. Прозвучали романсы «Тройка», «Выхожу один я на дорогу», «На заре ты ее не буди» и другие. Почему в последнее время романс, явление уникальное в русской культуре, становится жанром элитарным, и среди его поклонников больше людей пожилых? Объяснить это нетрудно. Это печально. Но пока существуют энтузиасты, романс не умрет. Он будет радовать искренности чувств, хорошими стихами и прекрасной музыкой. Каждый год 1 апреля отмечается Международный день детской книги. Этот праздник отметили все детские библиотеки Таганрога. Рассказывает наш корреспондент Елена Титова. Сегодня в библиотеке имени Горького необычный день. Здесь отмечается Международный день детской и юношеской книги. Это самый лучший праздник в году, который все ждут с нетерпением. Это любимый праздник всех читателей. Книга – это окно в мир. Книги делают детей умными, добрыми и отважными. В рамках недели детской и юношеской книги в библиотеках Таганрога будут действовать красочные книжные выставки. А так как год этот объявлен Годом кино, то выставки знакомят наших маленьких читателей с экранизациями всем известных произведений. 2016 год объявлен Годом российского кино. Именно поэтому тема недели этого года – кинолента детских книг. Детские библиотеки подготовили для своих читателей множество интересных мероприятий для детей разных возрастов. Сегодня в Центральной городской детской библиотеке имени Максима Горького неделя откроется литературным путешествием «Снимаем кино». Дети узнают много интересного об истории кино и смогут попробовать себя в роли режиссера, актера, оператора. Первый праздник детской книги Книжкины именины был проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля. Это было в марте 1943 года. Сегодня, чтобы праздник был веселым, постарались и ребята из танцевального коллектива молодежного центра Таганрога. День рождения получился ярким и интересным. Я поздравляю вас с открытием недели детской и юношеской книги. Я желаю вам всем быть здоровыми, счастливыми, а самое главное – быть читателем, потому что именно книга поможет вам вырасти грамот, образованных, хороших, любых будущих. Экскурсия по залам библиотеки, встреча с книжными героями кинопостановок и вручение грамот самым лучшим читателям понравились всем гостям. И, думается, самые маленькие дети, которые впервые пришли в библиотеку, обязательно станут ее читателями. В российском научно-культурном центре Таганрога открылась персональная выставка члена Советов художников России Юрия Смолина. Она представляет все многообразие его творчества. На вернисаже можно увидеть картины маслом, графику, книжные иллюстрации, выполненные, в разные годы. Победа на пятой международной выставке конкурса современного искусства в Санкт-Петербурге. Первое место на международной выставке современного искусства на неделе в Италии. Третье место в номинации тематическая композиция. На международной неделе искусств в Болгарии и Польше. Номинация академическая графика. Все это последние достижения таганрогского художника Юрия Смолина. Но вот мне очень не нравится выражение юбилей. Юбилей это всегда чем-то серьезным по пахе. А для художника важно, в общем-то, работа до кровавой доски. Поэтому это какой-то этап в моей жизни. Он осложняется еще тем, что вот в этом здании я 11 лет учился. И это своего рода отчет перед тем зданием, помещением, в котором я нахожусь. Поэтому выставка, она скорее даже не ретроспективная, хотя ставилась такая задача с той простой целью, что выставляюсь я в музее. И поэтому здесь есть первые работы, самая первая работа, которая участвовала в городской выставке. Здесь работы есть книжного характера, иллюстрация книгам. Здесь есть, значит, мои дипломы международных выставок и так далее. Персональные выставки творческих работ художников в родном крае проходили неоднократно и в Ростове-на-Дону, и в выставочном зале Союза художников, и в Краевическом музее, и в Южно-Российском научно-культурном центре имени Чехова, и в других залах. Жизнь Юрия Смолина неразрывно связана с Таганровским музеем-заповедником, отметила его глава Елизавета Липовенко. При подготовке к выставке обнаружился факт очень интересный для сотрудников. Ученик 4 класса средней школы номер 2 в 1956 году награжден редкой юбилейной грамотой, бланк которой специально был изготовлен к 150-летию Чеховской гимназии. Нам чрезвычайно приятно сегодня принимать эту выставку по многим очень причинам. Во-первых, Юрий Александрович, первая выставка здесь состоялась 5 лет назад, и это была замечательная, теплая выставка, которой все любовались и очень долго о ней помнили. Юрий Александрович, мы с Юрием Александровичем достаточно много работали, нас уже связывают такие давние производственные, даже не могу сказать производственные, а творческие отношения, да, когда возглавлял союз художников в городе Таганрога. Ростовчане приезжали сюда, и приезжала вся Ростовская область, и многие российские гости отмечали мощь нашего Таганрогского союза художников. Юрий Александрович всячески поддерживал каждого из наших творческих работников и давал эти путевки в жизни замечательно. Гости, которые пришли на выставку, посвященную юбилею художника, говорили немало теплых слов. Ценят и любят Юрия Смолина в родном Бузи в Таганрогском пединституте имени Чехова, где он преподает много лет. Самое дорогое признание, когда ученики рядом с учителем имеют возможность показать свои достижения и получить признание. Спасибо, Юрий Александрович, новых вам успехов, творческих, личных, любви и целей. Юрий Смолин всю жизнь ищет совершенства. Книжные иллюстрации, картины маслом, графика, работы, выполненные в разные периоды, очень интересны еще и потому, что автор изображает на них не только любимый город, родное Приазовье, но и заповедные уголки России. С 8 по 10 апреля 2016 года в американском городе Эверидштадта-Вашингтон состоится чемпионат Тихоокеанского региона, в котором примет участие сборная команды России по прыжкам на батуте. В ее состав входят и двое донских спортсменов – Ксения Науменко и Алексей Дорогин. Как тренируются ребята, смотрим в нашем следующем сюжете. Прыжки на батуте в Таганроге появились в 1998 году, когда супруги Шевченко, Наталья и Александра решили попробовать часть спортсменов из спортивной гимнастики перевести в новый для нашего города и для области в принципе вид прыжки на батуте. Я чемпион Европы по прыжкам на двойном мини-трампе. Я серебряный призер чемпионата мира в прыжках на двойном мини-трампе. В команде мы чемпионы России, город Таганрог и Ростовская область. В основном все спортсмены – город Таганрог. В 2001 году уже на первенстве мира у них были призовые места у их воспитанников. Ну и с тех пор спортивная гимнастика отошла в сторону и больше не культивировалась, зато прыжки на батуте развивались в дальнейшем очень целенаправленно и в данный момент в городе у нас это очень популярный вид спорта, у нас занимается очень много взрослых спортсменов, очень много малышей приходят, приводят родителей. Ну и собственно стараемся воспитывать их в духе спортивном и чтобы они за здоровый образ жизни были. Я занимаюсь прыжками на батуте уже 5 лет. У меня уже было много медалей. Я занимала курсовые места на первенстве России, всероссийские соревнования в разных городах и странах. Я люблю этот спорт. Я победитель, неоднократный победитель первенства России по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и синхронных прыжках. Бронзовый призер первенства мира, чемпионка в команде по двойному мини-трампу. С 8 по 12 апреля я буду участвовать в соревнованиях, в международных соревнованиях в Америке, в Вашингтоне, в городе Эверет. Вы смотрели обзор наиболее интересных событий, которые произошли в нашем городе на этой неделе. Благодарю Вас за внимание.